приветствую на канале друзья с вами белогор тайна полой горы в 2002 году спутники и шпионы нашли в румынии довольно странное место после тщательного исследования и сканирования горы спутники обнаружили странные полости и систему тоннелей внутри румынской горы бучеджи при дальнейшем анализе ученые исследователи и вовсе нашли удивительные вещи система тоннелей в горе начинается на уровне 60 метров над землей которая постепенно переходит в огромный зал говорят что туннели защищены своего рода энергетическим барьером из самого центрального зала ведут три длинные туннели ведущие непонятно куда была попытка добраться до подземного зала с помощью специальных машин для бурения но эта попытка не увенчалась успехом после чего все же удалось добраться в загадочный зал то что они там увидели поразило всех говорят что была обнаружена некая аппаратура которая по всей видимости была очень древняя возможно допотопная технология изготовления этой аппаратуры является более продвинутой чем технологии которая есть у нас сейчас также ученые обнаружили некие доказательства того что истории человечества всячески манипулируют говорят что правительство сша и ватикан обратились к властям румынии с просьбой хранить эту тайну от общественности но тем не менее благодаря инсайдером все же информация текла в сеть говорят что недалеко от ирака был найден аналогичный объект и в 2003 году начались события в персидском заливе структура зала такова диаметре его 100 метров а высота 30 метров а втором секретном объекте который находится в ираке известно немногое предполагается что он был аналогом объекта в бутчаджи видимо они одной природы эти подземные сооружения очень сильно охраняются от посторонних лиц и безусловно является остатками прошлых цивилизаций в древности местные жители считали эту гору священной и считали что там обитают боги которые подчиняются мифическому богу заумоксису по словам инсайдера в горе находится секретно научный исследовательский центр который напичкан необычным проекционно-голографическим оборудованием также была договоренность между странами о том что эти сведения никогда не будут опубликованы предполагаю что это загадочное строение является также неким ноевым ковчегом информации знаний генетики которые хранятся в голографической аппаратуре есть некие указания на то что зал записей так его назвали был построен расой очень высоких людей остальные же комнаты ведущие от этого зала имеет тоже немалый размер в них есть каменные столы и стулья для людей которые ростом выше 3 метров предполагается что все это было построено около 50 тысяч лет назад каждая комната связана друг с другом и защищена источником энергии который активирует все остальные источники как только активируется один с каждой стороны комнаты по пять столов в некоторых из них находятся различные предметы которые кажутся техническими средствами от аппаратуры отходит белые полупрозрачные провода которые собираются в прямоугольные коробки из блестящего серебристого материала все эти ящики находятся прямо на земле эти кабели очень гибкие и через них циркулируют световые импульсы аппаратура настроена таким образом что при приближении к ней активируются голографические проекции трехмерное изображение поверхность столов покрыта загадочной пленкой стекловидного материала за одним из столов проецируется изображение растений и животных которые совершенно неизвестны современной науки также показывается строение человеческих тел которая голографически проецирует различные участки тела которые постоянно вращаются также есть карта небесных тел своем интервью питер мун автор известной серии книг о проекте мантаук который мы обсуждали в прошлом видео обсуждает историю обсуждается серию книг о трансильвании которую он начал редактировать и публиковать в 2009 году он объясняет как впервые оказался вовлеченным в этот проект и исследования в рамках проекта мантаук впоследствии он говорил что тоже был задействован в исследовании этого загадочного румынского объекта и косвенным образом подтвердил ключевые аспекты этой загадочной истории еще одним загадочным явлением найденным румынии а также в других частях земли например в юте и калифорнии являет металлический обелиск фильм снятый стэнли кубриком под названием космическая одиссея 2000 похоже был основан на реальных событиях ведь в нем описывается загадочный обелиск который поспособствовал развитию эволюции на планете такие обелиски стали находить и в наше время пустыня юта нашли стальной монумент высота которого больше двух метров он установлен рядом с отвесной скалой в северной румынии на холме батка домной городе пьятра нямт нашли похожий монумент стальное сооружение испрещенное непонятными символы выгравированными на его поверхности он был найден через неделю после обнаружения монолита в юте как сообщает guardian в небольшом городке от аскадео на побережье центральной калифорнии на вершине горы pain туристы обнаружили тоже похожий монумент трехметрового размера сделаны как предполагают очевидцы из нержавеющей стали по информации местного издания от аскадера news в отличие от строения из юты которая находилась в неподвижном состоянии калифорнийский монумент достаточно легко сдвинуть с места а на его поверхности видны следы заклепок соединяющих стороны конструкции представляющие собой по оценкам местных полую конструкцию которая находится на металлической раме и обшита металлом по словам местных властей юты и румынии они не знают откуда появились эти сооружения и кто их строил и с какой целью не построен после обнаружения калифорнийского монолита один мужчина который выкрикивал слова христос царь разрушил новый монолит в аскадера штате калифорния и заменил его деревянным крестом примерно такая же судьба постигла и загадочный монолит в пустыне юты который был демонтирован местным популярным каскадером каскадер подтвердил что удалил монолит из-за очень большого количества туристов которые хлынули в то место после обнаружения этой структуры и хотели лично увидеть сооружение своими глазами по словам человека люди портили ландшафт пытаясь пробраться по пустыне на наземном транспорте и самолетом он сказал мы хотим дать понять что что поддерживаем искусство и художников но законность и этика определяют стандарты особенно здесь в пустыне эта земля не была физически подготовлена к перемещению населения люди приезжали на машинах автобусах фургонах вертолетах самолетах поездах мотоциклах и электро велосипедах а здесь даже нет парковки прокомментировал каскадер в любом случае можно предположить что монолиты связаны загадочной структурой в румынии и возможно образуют некую сеть специалисты предполагают что монолиты являлись некими передатчиками или своего рода разведывательной системой которая собирала информацию в этот загадочный зал надписи все это остается загадкой по каким законам мы живем каждая конституция в мире за исключением пары тройки щепенцев отражает своды и законы римского права а в римском праве есть патриции и плебеи первые владеют правами от рождения вторые ограничены в правах патриции это мировая элита плебеи это все остальные патрициям права принадлежать от рождения плебеем когда они попадают под гнет римского права далеко ходить не нужно берем российскую конституцию и находим статьи о правах статья 17 в российской федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей конституцией 2 основные правила и свободы человека не отчуждаемый и принадлежат каждому от рождения 3 осуществления прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц как видно по пункту 2 именно права человека принадлежат ему от рождения а вот гражданина в этом бункте полностью опустили, совершенно позабыв о нем. Но вот выйти из гражданства не так-то и просто. Если вы не принимаете гражданство другого государства, вы так и остаетесь гражданином того государства, из которого хотите выйти. Раб не может получить свободу, он лишь может поменять хозяина. Статья 37. Первая. Труд свободен. Каждый имеет права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Тебя хочется добавить, но результатами своего труда пользоваться каждый не может. Как видно, каждый имеет право на труд, но вот на результат этого труда прав он не имеет. Да, абсолютно согласен. Потому что плебей, а более понятно, раб, пусть и получающий вместо миски похлебки и ударов розгами зарплату, которую еле-еле хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Все государства мира, организации, граждане это их собственность. Абсолютно согласен. Система такая, что ты работаешь, а результаты твоего труда, они присваиваются, скажем так, государству. Ты работаешь на государство. Ты работаешь не на себя, ты работаешь на государство. В некоторых странах там люди получают абсолютные копейки, но это и так понятно, да? В других же странах такой же, точно такой же труд, он оплачивается в десятки раз больше даже. Но это и так понятно. Нефть, бесплатное электричество и торможение технологий. Власти мощным не нужно, чтобы вы добывали бесплатное электричество для своих авто и домов. Им нужно, чтобы вы зависели от их нефти и газа. Самая большая ценность современности это энергетика. И тот, кто ее управляет, а уж тем более владеет нефтяной иглой, сидит в самом верху пирамиды. Именно поэтому с конца 19-го, начала 20-го века любые инновационные идеи, которые идут в разрез с планами мирового правительства, подрезаются на корню. Самый известный тому пример Никола Тесла. Его выставили почти сумасшедшим шарлатаном, а ведь он хотел одного, бесплатного электричества для всех. Так происходит с каждым, кто идет против системы, кто переходит дорогу тем, под чьим контролем нефть. А ведь еще в начале 20-го века были технологии для электромобилей. Но только сейчас их стали немного развивать, хотя и искусственно затормаживая процесс. С этим абсолютно согласен. Первый электрический автомобиль появился около 200 лет назад. 200 лет назад. Через 200 лет никто не пользуется этим электрическим автомобилем. Сейчас это, скажем так, искусственный такой, якобы искусственный прорыв. Это немножко дать людям увидеть, что да, мы работаем над этим, вот сейчас, вот-вот-вот-вот. И через год там мы сделаем уже, да, через год мы там полетим куда-нибудь. Через год мы будем ездить на этих автомобилях, и все это затягивается на десятки лет, на несколько десятков лет. И в конечном итоге ты замечаешь, кто тут ничего не развивает абсолютно. Думаете, это для того, чтобы больше заработать? Отчасти да. Как и искусственное устранение и программируемая поломка. Но самое главное в этом именно контроль. Люди слишком зависимы от энергоресурсов. Как и искусственное устаревание и программируемая поломка. А ведь ранее у многих были мельницы, которые использовали далеко не только для производства муки. С их помощью пилили доски, вспахивали поля, делали абсолютное большинство товаров народного потребления. Тут автор говорит об искусственном устаревании и программируемой поломке. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, например, человек покупает машину или какой-нибудь прибор, да, он запрограммирован таким образом, что через определенное количество циклов его использования он начнет ломаться. Человеку нужно будет докупать детали к нему и чинить эту машину, эти предметы, эти, скажем так, эти приборы и все остальное. То есть есть специальная даже наука в машиностроении, которая строит автомобиль таким образом, что он должен ломаться. На самом деле вот и все. И этот процесс специальным образом рассчитывают, да, чтобы не слишком там рано ломались автомобили и не слишком поздно, да, чтобы спрос был на детали и комплектующие, так скажем. Вот в чем дело. Что касается мельниц, да, в прошлом, до революции, это люди и пользовались конкретно мельницами. А сейчас ни одной мельницы нету на воде, которая бы работала сейчас на воде. Само использование свободной энергии, оно так подрывает пятые точки всем государствам, что мама родная. Я знаю множество случаев в странах СНГ, когда люди использовали свободную энергию, делали там себе бесконечные двигатели, вечные двигатели, которые раз в полгода придумывают, да, по разным принципам. У них там, у одного там изобретателя 30 лет стояла установка дома, которая питала весь его дом электричеством. В конечном счете его посадили в тюрьму за то, что как бы он якобы крал электричество. Ему припаяли там такой срок, что он, по-моему, до конца жизни и пронаходился в этой тюрьме. Хотелось бы добавить и про интернет. Вы же знаете, что он не передается не через какие спутники, он передается через провода огромные кабели, протянутые через океаны. А вы знаете, где стоит главный сервер и под чьим он контролен? Ведь нужно понимать тот, кто контролирует интернет, контролирует информацию. Когда-то мы могли получать бесплатное электричество, но сейчас близки к тому, чтобы все ресурсы станут платными. Мы уже стали платить за воздух с маской за 20 рублей, без маски 5 тысяч рублей. Мировое правительство действует медленно, но планомерно. Оно почти не оставляет нам шанса. Подведем итоги. Что же можно сделать? Временами кажется, что все это большой квест, разгадав загадку которого ты перейдешь на новый уровень. Недаром ведь многие известные люди, ученые считают, что Земля нереальна, что она виртуальная. А мы все игроки, облеченные в аватары своих тел. Что мы можем сделать? Необходимо переходить к бесплатным экологическим безопасным видам топлива. Не будет притязаний на нефть, не будет конфликтов и войн. Люди могут жить мирно. Но нам ведь не дадут этого делать. После Второй мировой войны состоялся Нюрненбергский процесс, результатом которого стало закрепление прав и свобод человека. Человека нельзя заставлять делать что-то без его натуволей. Во Второй мировой войне победил здравый смысл. А ведь ее целью было полностью закабалить общество. Но теперь у глобального предиктора другая тактика. Он действует хитро, завуалируя под добро настоящее зло. И задача каждого — научиться это видеть. Ложь — это ложь, а истина — это истина. Она остается истиной. Как бы ни говорили СМИ. Думаю, чтобы победить в этом, нужно оставаться осознанным, самостоятельным, отказываться от мусора не только в еде, вещах, но и в информации. Чем больше осознанных и способных мыслить людей, тем более сложнее запутать остальных. Учитесь думать сами. Это была книга Дарьи Ковы под названием «Мировая элита». Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Тайна металлической библиотеки Атлантов. В 1965 году в Эквадоре этнолог Хуан Морец при помощи местных индейцев обнаружил огромный подземный лабиринт «Лос Тайас» и древнюю библиотеку, которая насчитывала тысячи экземпляров из тонких металлических пластин, покрытых странными символами. Морец писал, на этих пластинах, вероятно, изложена история исчезнувших цивилизаций, о которых на сегодняшний день мы не имеем ни малейшего понятия. Морец пригласил швейцарского исследователя Эриха фон Деникина, автора знаменитого фильма «Воспоминания о будущем», чтобы тот лично мог осмотреть находки. По мнению Деникина, эта библиотека была оставлена землянам в дар инопланетных разумных существ. Однако вышедшую вскоре его книгу «Золото богов» объявили научной мистификацией. Деникину все же удалось установить точные координаты пещеры, которые он называет в фильме. Но путь туда настолько труден и опасен, что пока его не одолела ни одна экспедиция. Аргентинский предприниматель, этнолог и коллекционер таинственных фактов Януш Хуан Морец родился в Венгрии, но большую часть жизни провел в Южной Америке. В 1956 году в безлюдной местности за океаном он открыл разветвленную систему подземных коммуникаций, немыслимой древности. А четырьмя годами позже сделал это открытие достоянием общественности, под присягой поставив в известность о нем президента Эквадора. Хочется добавить свое мнение вначале, что многие исследователи, они думают, что вот сейчас власти там и весь мир за то, чтобы узнать эту правду. Вот человек что-то нашел, и он всеми силами души хочет доказать и открыть другим людям какую-то правду. Когда уже будет, скажем так, огромная доказательная база, только тогда опубликовывать какие-то свои открытия, и то это надо делать инкогнит. По словам самобытного исследователя, это гигантское разветвление подземных дорог и тоннелей протянулось на тысячи километров, проходя помимо Аргентины, также под территорией Перу и Эквадора. Стены у тоннелей были гладкими и отполированными, а потолки плоскими и ровными, словно покрытыми глазурью. Дороги и проходы велик обширным подземным залом. В одной из галерей Морец якобы обнаружил 20 килограммовые книги из тонких металлических листов размером 96 на 48 сантиметров. В научных кругах эти пластины получили название плакетки. Самое удивительное, что на каждой такой странице были отштампованы либо выгравированы загадочные знаки. Хуан Морец и его коллеги исследователи, такие как Стэнли Хоу, Петронео Харамилло и всемирно известный Эрих фон Деникин склонны предполагать, что это библиотека исчезнувшей древней цивилизации. По другим версиям, в металлических книгах записаны истории пророчества инков или же знания инопланетян, когда-то прилетавших на Землю. В центре библиотеки установлены предметы, напоминающие стол и стулья вокруг него. Но материал, из которого они сделаны, никому не известен. Это не камень, не дерево и не металл. Скорее всего, нечто похожее на керамику или современные композиционные материалы. Подобные композиты, особо стойкие к высоким температурам и обладающие большой прочностью, применяются, например, в авиации и космонавтике. Но неужели кто-то мог делать их аналоги многие тысячи лет назад? Кроме того, Хуан Морец обнаружил в подземельях множество фигурок животных, сделанных из золота. Вот, кстати говоря, тоже одна причина, по которой мне не надо было на общее, скажем так, знание это все выставлять. Потому что туда хлынула бы куча людей, которые бы просто разобрали бы по кирпичам эти древние тоннели. В этом своеобразном зоопарке были представлены слоны, крокодилы, обезьяны, бизоны, ягуары. Все они стояли вдоль стен залов и проходов. На полах тоннелей было найдено много интересных рисунков. На одном из таких изображен человек, парящий над планетой. Среди уникальных находок Хуана Мореца есть нечто весьма похожее на сделанную из золота модель сверхзвукового пассажирского лайнера Concorde. Одна такая фигурка была отправлена в музей колумбийской столицы Богаты, а другая осталась под землей. Исчезнувшие музейные экспонаты, авиационные эксперты склонны полагать, что это действительно модель воздушного судна. Поражает его геометрически правильные крылья и высокий вертикальный киль. У птиц подобного не встречается. Фигурка самолета сделана из чистого золота, что тоже весьма загадочное, ведь в природе как таковое чистое золото не встречается. Еще один рисунок выгравированный на полу туннеля изображает ископаемого ящера, но ведь динозавры жили на планете 65 миллионов лет назад. Сам же рисунок датируется примерно 4-9 тысячелетиям до нашей эры. Да и сами туннели изрядная загадка. Даже в наше время не существует подобных уникальных технологий. Строительство под землей. Кто же тогда смог плавить в гранитных толщах идеально ровные туннели с полированными стенками, переплетающиеся в подобие гигантского подземного мегаполиса? Как поссорились Мориц и Деникин? Надо сказать, что Хуан Мориц был большим оригиналом. Он вполне всерьез считал, что венгерские корни лежат в основании фактически каждой цивилизации. А пообщавшись где-нибудь в глухомане с индейцами, приходило к выводу, что те вполне сносно понимают целые фразы на венгерском языке. Что же касается общения с президентом Эквадора, то оно дало ему карт-бланш на полный контроль над открытием. Мориц мог пригласить независимого исследователя и продемонстрировать фотографическое свидетельство, подтверждающее открытие сети подземных коммуникаций. В 1972 году Хуан Мориц встретился с Эрихом фон Деникином и приобщил его к тайне, показав ему вход в пещерные лабиринты, которые якобы вел в большой подземный зал. Судя по всему, легендарную металлическую библиотеку Деникин не видел, а лишь тоннели, ведущие к ней. Своими впечатлениями именитый швейцарский исследователь поделился на страницах бестселлера «Золото богов». Бесспорно, речь идет не о природных образованиях. Подземные коридоры сворачиваются строго под прямым углом. Они то широкие, то узкие, то стены повсюду гладкие, словно отшлифованные. Потолки идеально ровные, будто покрыты лаком. Но одно из потенциально самых сенсационных открытий 20 века вскоре затухло. Ведь в интервью немецким издателям Stern и Spiegel Януш Хуан Морец неожиданно стал отрицать, что когда-либо бывал в пещерах с Риком фон Деникином. Это подорвало доверие к швейцарцу, которого стали подозревать в том, что он попросту сфабриковал свои невероятные факты, доказывающие присутствие на нашей планете богов или древних астронавтов. Еще один шаг. Несмотря на начисто испорченные отношения Деникина, книга сторонника теории палеовизита привлекла на сторону Хуана Мореца новых сторонников. Одним из них стал американец Стэнли Холл. Именно тогда Холлу и писателю удалось познакомиться с Падре Креспи, который был монахом-миссионером в Эквадоре с начале 20 веков до самой смерти в 1981 году. Собиратель южноамериканских древностей Падре Креспи с древними металлическими пластинами из своей коллекции вполне доказывает истинность слов Мореца. Падре собрал огромную коллекцию золотых и прочих артефактов, которые ему приносили благодарные индейцы Хивава. В основном это были предметы из меди, медных сплавов, но иногда из золота. Большинство этих артефактов были выполнены методом чеканки на металлических листах. В собрании имелись маски, короны, нагрудные диски и так далее. Но наибольший интерес представляет третья часть собрания. К ней относятся изделия, которые не могут быть соотнесены ни с одной из известных археологических культур Америки. Но самыми интересными были многочисленные металлические пластины, покрытые сюжетными изображениями и надписями. Данный вид письменности неизвестен современным исследователям. Еще один интересный факт. Изображения на таких пластинах не имели ничего общего с культурами традиционной Древней Америки. Так на одной из пластин была изображена правильная пирамида, а не ступенчатая. После смерти Падре коллекция пропала. Остались только несколько экземпляров из более чем трех тысяч артефактов. Стэн Хоу, проанализировав собрание Падра, изучив ситуацию исследователя Морриса, который продолжал скрывать информацию о местонахождении в библиотеке, принял решение организовать собственную эквадоро-британскую научную экспедицию в район Коева-де-Лустеяс, где якобы и находится вход в подземелье с металлической библиотекой. Нужно было лишь найти человека с громким именем для формального руководства экспедицией. На роль такового они выбрали американского астронавта Нила Армстронга, который, подобно Хоу, имел шотландское происхождение. Астронавт ответил, что он более чем желает присоединиться к миссии. В те годы в Эквадоре была нестабильная военная ситуация, и экспедиция стала совместным предприятием эквадорской и британской армии, которая поддерживала группа геологов, ботаников и других специалистов. Любопытно, что какое-то время энтузиасты надеялись привлечь к руководству экспедиции принца Чарльза, незадолго до того получившего ученую степень по археологии. Но шотландский факт при выборе шефа в конечном итоге оказался решающим. Хочется тоже свое мнение сказать по этому поводу. В экспедицию набрали людей, которые непосредственно, скажем так, находятся на другой стороне баррикады, так выражаясь мягким языком. Одним из ярчайших событий экспедиции стало то, что 3 августа 1976 года Нил Армстронг действительно вступил в древнюю туннельную систему, имея шанс еще раз эпохально войти в историю человечества. Ну да. Никаких следов металлической библиотеки, увы, так и не было найдено. Зато ученые каталогизировали более 400 новых разновидностей растений и обнаружили погребальную комнату с захоронением, датированной 1500 годом до н.э. Януш Хуан Мориц умер в 1991 году. Он всегда что-то недоговаривал о таинственных подземельях, поэтому единомышленники продолжали поиски, всяк по-своему пытаясь внести в них свою лепту. Расшифрую, что стало с этим Морицем, человеку просто сказали молчать. Все нити этой истории вьются вокруг Хуана Морица, но все-таки не он был в отправной точке. В интервью 1973 года журналу Шпигель Мориц подтверждил, что неназванный человек показал ему пещеру. Но кто был этот человек? После смерти Морица Холл решил разузнать про третьего человека, исчезнувшего в тени. Холл раздобыл имя Лючо Патронео Джеромилло. У меня было имя и телефонный справочник. Но в Кита, столице Эквадора, проживало великое множество людей с фамилией Джеромилло. Наконец я нашел его, или точнее сказать, его мать. Стоял сентябрь 1991 года, когда она дала мне телефонный номер ее сына. Я позвонил ему. Джеромилло подтвердил, что когда-то Мориц прибыл в Гуякиль в 1964 году, встретил Джеромилло в его доме и узнал о его истории. Холл был раздосадован, поскольку различные люди пробовали свести его с Джеромилло еще с 1975 года, но потребовалось еще 16 лет, прежде чем они могли встретиться. Джеромилло и Холл поняли, что Мориц, сосредоточивший внимание на Куэва де Лостеес, искал не там экспедиция 1976 года, могла закончиться открытием столетия. И сегодня самое большое желание Холла, если бы он мог повернуть время вспять, сесть за один стол с Морицем и Джеромилло. В то же самое время он понимал, что Мориц с самого начала был одержим мыслью сделать металлическую библиотеку своим наследием. Когда Холл показал Морицу запись относительно экспедиции 1976 года, Мориц решительно отказался вернуть ее. Это закончило их дружбу, но Холл не понимал причин разлада до 1991, когда он понял, что в том проекте упоминалось имя Джеромилло. Это имя Мориц ни в коем случае не хотел придавать огласки. О чем говорит его интервью в 1973 году. Мориц был невероятно упрям и одновременно невероятно лоялен, но очевидно ошибался, думая, что может в одиночку стать первооткрывателем столетия. На самом деле здесь все намного проще, просто человеку сказали молчать и все. Джеромилло и Холл стали друзьями, хотя оба согласились, что Джеромилло преждевременно не будет показывать местонахождение входа в тоннели. По рассказам Джеромилло, Холл изучил истинную историю библиотеки Теос, которой никогда не было в Куэва де лос Теосе. Джеромилло заявил, что он вошел в библиотеку в 1946 году, когда ему было 17 лет. Его проводником был дядя, чье имя осталось неизвестным. Очевидно, он был в дружественных отношениях с местным населением, поэтому члены племени и доверили ему свою тайну. Джеромилло входил в систему еще по крайней мере однажды. Тогда он видел библиотеку, состоящую из тысяч больших металлических книг, расположенных в отделениях на полках. Каждая книга в среднем весила приблизительно 20 килограммов. Каждая страница была испещена рисунками, геометрическими фигурами и письменами. Была и вторая библиотека, состоящая из маленьких гладких прозрачных, казалось, кристаллических табличек, поверхность которых пересекали параллельные каналы. Эти таблички также стояли на полках, покрытых золотыми листами. Были там зооморфные и человеческие статуи. Металлические полосы, разделяющие формы и запечатывающие двери, возможно, могилы, покрытые цветными драгоценными камнями. Большой саркофаг, изваянный из твердого прозрачного материала, содержащего, содержал скелет очень большого человека высокого роста в золотых доспехах. Короче говоря, это невероятное сокровище хранилось там неведомо сколько лет, как будто скрытое при подготовке к некоторому грядущему бедствию. Однажды Джеромила снял с потолка семь книг, чтобы изучить их, но большой вес заставил его отказаться от этой затеи. Джеромила никогда не предъявлял физических свидетельств своих рассказов. Холл спрашивал его, почему он никогда не делал фотографии. Он сказал, что это ничего не докажет. Опыт других открытий показывает, что фотография крайне ненадежное доказательство. Однако Джеромила заявил, что он оставил свои инициалы на тех семи книгах, так что если библиотека будет открыта когда-нибудь, мы сможем убедиться в правильности его слов. И вот пока Холл организовывал новую экспедицию в 1995 году, началась война между Перу и Эквадором, в связи с чем пришлось перенести сроки прохода. А в 1998 году Джеромила был убит, унеся с собой тайну местонахождения библиотеки. Хотя Холл никогда не узнал о от Джеромила точное местоположение библиотеки, после смерти Джеромила в мае 1998 года Холл организовал поездку с Марио Петронио, сыном Джеромила, в ходе которой они объединили свои знания. Путешествие имело целью только достижение нулевой точки. В мае 2000 года Холл вернулся. Он показал воздушные карты, указывающие на изгиб реки и линию обрывок, который скрывал входную пещеру, вход в эту систему, протянувшуюся на несколько мили. Та информация, которой Джеромила успел поделиться с Холлом, натолкнула исследователя на предположение, где может находиться вход в пещеру. Ведь, как сказал Джеромила, вход спрятан под речной водой, и чтобы попасть в лабиринт, нужно проплыть по подводному тоннелю. Интересно, так 17 января 2005 года Холл информировал эквадорское правительство относительно местонахождения пещеры, которая удовлетворяет описанию Джеромилы, и которая, как он надеялся, станет целью экспедиции. Этим местом оказался изгиб реки Пастаза. В любом случае, тайна этой библиотеки будоражит умы людей уже на протяжении многих лет. С вами был Белогор, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Всем спасибо и пока!